Здравствуйте! В управлении госавтоинспекции проводится профилактическая акция «Ремень пристегни, жизнь береги». В вашем автомобиле есть ребёнок. Детки такого роста и такого возраста должны быть обязательно в бустере. Печально. Первая же остановленная машина с ребёнком в салоне в рамках профилактической акции ГАИ и сразу грубое нарушение. Опаздывала к врачу, поэтому быстренько собрались и поехали. Я понимаю, что это надо. Обязательно, естественно. Понимать мало. Нужно соблюдать. Ведь безопасность детей в салоне автомобиля – зона ответственности взрослых. Дети в салоне транспортного средства должны перевозиться в детском удерживающем устройстве согласно весу и роста ребёнка. В возрасте до 5 лет – это детское автокресло. С 5 до 12 – детское удерживающее устройство, которое позволяет безопасно пристегнуть ребёнка ремнём безопасности. Исключение составляет только если рост ребёнка выше 150 сантиметров и в автомобиле такси. Здесь достаточно просто пристегнуться ремнём безопасности. Садясь за руль, каждый водитель должен отдавать себе отчёт в том, что управляет источником повышенной опасности. И при ДТП незафиксированные люди и предметы перемещаются по салону. Вывод прост. Сел в автомобиль – пристегнись, если хочешь быть в безопасности. На 242-м километре автодороги М1 Брест, граница Российской Федерации, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 43-летний Биль Гитц, управляя автомобилем марки «Мерседес», не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили серьёзные механические повреждения. Автомобиль «Мерседес» восстановлению не подлежит. Ну а водитель транспортного средства «Мерседес», водитель грузового автомобиля, были пристегнуты ремнями безопасности и травм в дорожно-транспортном происшествии не получили. Сегодняшнее мероприятие профилактическое. Мы хотим напомнить всем участникам дорожного движения, что в салоне транспортного средства необходимо помнить про ремни безопасности, а детей перевозить согласно правил дорожного движения. А потому не нужно надеяться на счастливый случай. Второй возможности может не представиться. И хорошо, что большинство водителей это понимают. Конечно, пристёгнутый ремень может реально сберечь жизнь. Я считаю, что они подвергают и свою жизнь, и жизнь пассажиров, детей, всех. Конечно, нужно пристёгиваться, нужно беречь свою жизнь. В моей машине, если ты сядешь и не пристегнёшься, она будет издавать звуковые сигналы, там, минуту, ну, будет требовать, чтобы ты пристегнулся. Я никогда не забываю благодаря этой опции пристёгиваться. Ну, я вообще не забываю, даже если бы и не было. С начала текущего года на территории Брестской области за неиспользование ремней безопасности было привлечено к ответственности более 26 тысяч водителей. В Бресте более 7 тысяч. За неиспользование ремня безопасности грозит предупреждение либо наложение штрафа в размере до одной базовой величины. Если повторно в течение года совершается аналогичное правонарушение, то штрафная санкция суровее от двух до пяти базовых величин. Соблюдая простые правила безопасности, вы не рискуете потерять деньги и здоровье, искалечить свою и чужую судьбу. Так зачем подвергать себя напрасному риску и действовать вопреки здравому смыслу? Гораздо проще последовать совету ГАИ. Ремень пристегни, жизнь сбереги. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая. Ремень пристегни, жизнь сбереги.